Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте все, кто пришел сегодня на наш очередной вебинар по продуктам для разработчиков компании Embarcadero. Меня зовут Андрей Савцов, я сотрудник представительства компании Embarcadero и мы хотим еще продолжить нашу серию вебинаров, посвященную отдельным вопросам использования библиотек или продуктов, которые входят в наш список. Итак, сегодняшний вебинар будет записан, запись его будет выложена на наш канал на ютубе спустя какое-то время вместе с записью предыдущего вебинара, которая пока не готова. Ну, по ходу можно задавать вопросы, вопросы задавать в чат, а я попробую в конце ответить на все из них, если буду в состоянии. Вот на некоторые я просто не знаю ответа пока. Давайте продолжим. Сегодня у нас много всякой информации, много всяких тем для рассмотрения, поэтому не будем откладывать и ждать опоздавших. Мы будем говорить о продуктах компании Embarcadero, входящих в состав RAD-студии. RAD-студия это комплексный продукт, который включает Delphi C++ Builder и RAD-сервер, плюс там какие-то инструменты определенные. Последняя, самая свежая версия 1.c3, но мы ожидаем в скором времени появления уже новой версии. Привычный всем слайд, который в краткой форме содержит основные причины, по которым пользователи действительно используют и ценят наш продукт. Прежде всего это быстрая разработка, это производительность высокая, не теряя деталей и возможности углубления взаимодействия программных элементов во всей системе. Это производство быстрых нативных приложений, которые работают прямо на железе, без использования каких-то дополнительных прослоек программных или каких-то двоичных кодовых баз. Это доступ ко всем API-платформ, которые мы поддерживаем, а их поддерживается достаточно много. Ну и конечно самое главное, наверное, достоинство, которое было причиной использования Delphi и C++ Builder в течение многих-многих лет, уже более 25 лет, это доступ к базе данных в простом, удобном и эффективном режиме. Поэтому мы как раз будем сегодня касаться именно вопросов работы с данными, причем с учетом того, что разработку можно вести на базе единого кода для всех платформ, которые мы поддерживаем. Поддерживается Apple, iOS и Mac, поддерживается Windows во всех вариантах, поддерживается Android, поддерживается Linux, причем на Mac мы поддерживаем уже современные процессоры, которые Apple ставит на свои последние компьютеры. Главное, что здесь следует обратить внимание, этот слайд уже тоже наверняка почти все видели, это то, что мы даем единый код. В нем нет никакого запрета на использование особенностей платформы, вы можете его использовать, но с учетом того, что обычно этот код не требуется корректировать, не требуется вносить в него изменения, только для того, чтобы перекомпилировать и запустить его на другой платформе, которая была поддержана. Ну и второе, что это нативные приложения, быстрые и эффективные, и в них очень трудно со стороны внести какие-то возможности несанкционированного доступа. Надежность – это тоже большой козырь, и это касается всех вопросов, в том числе и работы с данными, о которых мы сегодня будем говорить. Но говоря о работе с данными, как правило, уже в течение многих-многих лет данные содержатся в базах данных, которыми управляет специальное программное обеспечение под названием «Система управления базами данных» – СУБД. Причем мир систем управления базами данных пока вот кажется достаточно неизменным. Это стабильный мир данных, которые являются кровью информационных технологий, и СУБД, которые ими управляют, слишком важны для всех предприятий, которые накопили уже достаточно много информации, чтобы на них ставить первоочередные эксперименты с новыми технологиями или какими-то другими системами. С другой стороны, возможности современных программных средств, инструментов разработки позволяют быстро создавать приложения, которые могут быть прототипами, экспериментами, и использовать уже самые новейшие технологии в дальнейшем в переходе, в постепенном переносе своих систем на эти новые технологии. Извините. Хотел бы тут отметить еще одну вещь, что потому что мы работаем на кросс-платформе, то есть мы даем и для мобильных платформ возможность создавать приложения, мы все время подчеркиваем, что с нашей точки зрения, с точки зрения экспертов нашей компании, мобильная разработка – это не архитектура клиент-сервера. Это достаточно важно понимать, потому что тут приходится находить новые технологические базы для того, чтобы работать с данными в таких нестабильных, ненадежных условиях коннекции, какие дают обычно мобильные устройства. Во-первых, почему мы так считаем? Ну, сложно организовать клиент-сервер, потому что большинство клиент-серверных систем работают на драйверах, которые поставляются теми, кто разработал эти субэдэ, и к ним, как правило, требуется лицензия. Я не помню, чтобы были какие-то особые драйвера, специально выпущенные Oracle, для того, чтобы с мобильной из Android получить доступ к Oracle. Применяются несколько другие методы, которые могут быть даже проще и надежнее в работе. Второе, конечно, это то, что данные требуют надежности, надежности в смысле целостности, которые в процессе обработки не позволяют нести какие-то нарушения в целостность данных. И в данном случае потенциальные проблемы со связью как раз могут очень сильно повлиять на то, как будут изменены данные. Требуется особая поддержка транзакций, ну и, соответственно, надо как-то уметь делать модификации либо в сверхбыстром режиме, либо в пакетном режиме. Вопросы безопасности, про которые я уже упоминал, тоже стоят не на последнем месте, и потеря устройства может привести к катастрофической публикации секретных или каких-то конфиденциальных данных, в результате которой компания может понести громадные убытки. Поэтому, конечно же, хранить данные на устройстве требуется, во-первых, в особым виде, во-вторых, в минимальном объеме. Ну и в данном случае там мы могли бы говорить о каких-то облачных решениях, о каких-то создании веб-решений типа SWAP, либо развертывание готового MIAP, который позволяет использовать мобильные приложения через дополнительное API, ну и так далее и тому подобное. Платформы тут самые разнообразные, мы об этом уже как-то рассказывали. Сейчас главное не это, сейчас главное то, что мобильная работа это не клиент-сервер. Нашел такую информацию, проведен был опрос среди респондентов на Stack Overflow, и вот такие интересные результаты по использованию тех с УБД, которые, ну вот сейчас у всех на слуху, те, которые являются самыми-самыми современными. Обратите внимание, что темно-синие такие полоски это то, что уже используется, бледно-голубые это то, с чем респонденты хотели бы в дальнейшем работать, а такие просто голубые это степень желаемости, то есть то, что интересно пользователям с точки зрения перехода в дальнейшем. И вот обратите внимание, кто стоят на первых строчках. Традиционный MySQL, который является де-факто стандартным веб-приложений, это все более и более получающий популярность PostgreSQL. Это Microsoft сервер, который по-прежнему еще остается как одна из опций для того, чтобы создавать большие системы для тех, кто работает вообще в средах Microsoft. Ну, SQLite и MongoDB это особая статья. SQLite это то, что используется в основном на мобильных устройствах, а MongoDB это особый класс приложений, не структурированной информацией, документально ориентированная так называемая база данных, которая используется там, где нужно какую-то действительно вот в произвольном формате информацию в больших объемах быстро обрабатывать и анализировать. То есть это одна из систем, которая поддерживается для анализа больших данных. Еще одна особенность данного графика, на которую я хотел бы обратить внимание, это то, что во многом список наиболее популярных приложений с UBD будет определяться тем, какие с UBD будут открыты, у каких с UBD код будет открыт, какие будут закрыты. И в данном случае мы можем говорить не только об исходниках, открытие исходников, которые дают определенную степень уверенности в том, что эта система, это программное обеспечение работает так, как о нем было объявлено, там нет никаких секретных отвлитвелений выполнения. С другой стороны, это позволяет предварительно использовать бесплатные варианты этих с UBD для того, чтобы оценить сложность и вообще отработать технологию перехода на эту систему, а потом в дальнейшем использовать уже, может быть, коммерческие возможности расширенные, которые входят в платные версии тех или иных UBD. И здесь опять-таки те, которые стоят на первых местах, являются именно открытым кодом и имеющие бесплатные варианты. В том числе даже Microsoft Server, который тут стоит с этой точки зрения на особым счету. Ну вот мы назвали те с UBD, которые являются сейчас наиболее популярными у наших пользователей. Кстати, коллеги, раз уж зашла речь про использование с UBD, мы не подготовили специальные вопросы, но если не сложно, в чат скиньте название тех с UBD, с которыми вы сейчас работаете. Мы будем очень признательны за то, чтобы узнать, какие же UBD с вашей точки зрения наиболее популярны. С моей точки зрения и с точки зрения моих коллег наиболее популярными являются Postgres SQL, Postgres SQL, MySQL, MongoDB, SQLite, ну и, конечно же, наши базы данных, Interbase и ее аналог Firebird. Наверняка знают люди в нашей стране такую базу данных. Postgres, это наиболее, на мой взгляд, мощная из них, из этих, из перечисленных здесь с UBD, она наиболее пригодна по своим возможностям производительности, по возможности масштабированности, по возможностям работы с реляционными и неструктурированными данными, возможности развития в дальнейшем таких средств. И она, конечно, перспективна для корпоративных систем, поскольку, ну вот, не знаю, последние два года Oracle ушел с нашего рынка. Microsoft SQL тоже, скорее всего, постепенно будет уходить. И придется переводить системы, которые уже давно работают, и вот которые лучше не трогать, пока они работают, переводить на какую-то другую UBD. В том числе, вот PostgreSQL, одна из самых-самых перспективных с этой точки зрения баз данных. MySQL, это в чистом виде реляционная UBD, структурированная схема поддерживается. De facto, это основная база данных для веб-проектов. Она, собственно говоря, для этого была создана, для того, чтобы поддерживать SQL-запросы для веб-проектов. У нее есть сейчас коммерческая версия. Ну, вот так получилось, она была бесплатной, потом я купил Oracle, сделал платный, как все, что он делает. Но осталась комьюнити-версия. И, соответственно, авторы MySQL сделали специальное отметление fork-вариант MariaDB, которое тоже может быть использовано с теми же самыми командами, с теми же самыми средствами. И даже драйверами, которые поддерживают работу с этими базами данных в рамках наших продуктов. MongoDB – это одна из самых динамично расширяемых программных экосистем. Потому что сначала это было ядро СУБД. Я начинал изучение MongoDB со второй версии. Сейчас вот она уже шестая плюс. И сейчас это уже на самом деле достаточно серьезная коммерческая разработка, которая позволяет работать как в облаке, в облачных структурах, так же, как на Amazon облаке, на Azure, на других облаках. Она может поддерживать эти вещи. Причем не теряя вопросов надежности. У нее есть возможность использования как структурированных, так и не структурированных данных. Она стала теперь поддерживать очень хорошо все вопросы управления транзакциями. То есть мы можем сказать, что разветвленные, распределенные транзакции здесь идут достаточно хорошо. Но, тем не менее, основой ее является представление документа без заранее определенной схемы, иерархического документа в виде нотации JSON. Точнее, BISON, но для пользователя обычно видна JSON нотация. Это очень удобный подход, который позволяет делать хранение информации по мере того, как она развивается, по мере того, какие-то вещи уходят и какие-то появляются. И в этом смысле потом те средства агрегации, те средства запросов, те средства обработки, которые встроены в MongoDB, они позволяют очень эффективно получать результаты по анализу этой информации. SQLite – это первая встраиваемая персональная СУБД. Она была создана специально для того, чтобы встраивать в приложение, с тем, чтобы не зависеть от сервера, к которому надо обращаться. И именно по этой причине SQLite является основой мобильных данных. SQLite работает в Android, SQLite работает на других мобильных платформах. И ваше приложение, если хранит данные, то чаще всего все-таки будет хранить данные в виде SQLite. SQLite позволяет задавать SQLite-запросы для поиска и доступа к информации из этой локальной базы данных, которая, кстати, не обязательно присоединена к вашему приложению, она может лежать где угодно. Опять-таки, последняя версия стала платной, и в ней появилась дополнительная возможность расширенной методики шифрования данных, то есть защиты данных. Имеется бесплатная версия, которая и такой возможности не имеет. Но чаще всего мы работаем с ней, хотя это, в общем, вопрос уже тогда к тем, кто проектирует вашу систему. Ну и переходя к последним трем, точнее двум, двум, это интербейс, хорошо известная система, и наверняка, раз вы пришли на наш вебинар, у вас уже интербейс стоит, раз стоит Радстудия, потому что мы поставляем специальную серверную версию для разработчиков, она бесплатная, она поставляется вместе с Радстудией. Интербейс – это легкая, производительная, сверхнадежная в силу своей версионной архитектуры база данных, которая позволяет работать с большим количеством данных, достаточно большим количеством данных, в быстром режиме, не требуя постоянного администрирования. У нее есть свои особенности, пользователи о них хорошо знают, приспособились, не зря у нас очень много систем на аналоге более старого интербейса, Firebird, но интербейс тоже широко используется по всему миру. И в отличие от серверного интербейса, о котором я говорю, iblite или ibitgo является встраиваемыми вариантами интербейса, которые могут фактически заменить SQLite и выгодны в этом смысле потому, что они полностью совместимы по данным с серверным интербейсом, то есть если у вас есть система интербейс где-то на сервере, достаточно перенести файл данных, и ваша мобильная система на iblite будет работать. В последнее время мы говорили о том, что развиваем нашу систему на базе REST API, то есть средства разработки ваших, вернее, систем на базе REST API, предоставляя готовые средства уже управления и настройки этих серверов, обеспечивающие работу по вашему API. В данном случае, почему я упоминаю это дело, потому что там в рамках системы управления данными, которая внутри заложена и управляет служебными данными, идет интербейс или iblite. Вот это достаточно хороший пример такого широкого использования этих серверов, вернее, баз данных уже в готовых приложениях, которые поставляет наша компания. Ну вот, собственно говоря, и мы пришли к тому списку, который мы рекомендуем использовать нашим пользователям. Еще один момент, которым я вынужден остановиться, потому что у нас все-таки получаются определенные вопросы, приходят определенные вопросы. Borland BDE – это технология, которая использовалась до 10-го года, наверное, 2010. Это устаревшая технология. Мы никому не… Она, во-первых, не поставляется, во-вторых, мы никому не рекомендуем ее использовать. Огромнейшие дыры по всем направлениям, которые связаны современные методики работы с данными из приложений. В прошлом они достаточно широко использовались. Я понимаю, почему они до сих пор используются, потому что солнце восходит, на востоке вот и не трогай ничего. Но, тем не менее, уже пора, если вы переходите на современные средства разработки, переходить в соответствующие технологии работы с данными. У нас немножко упрощен этот подход с помощью специальной утилиты Refined, которая с помощью такого файла, который содержит правила переименования текста в ваших исходниках, автоматически переименовывает это дело. Там достаточно удобные системы так называемых rule, правил. Работают они на основе регулярных выражений, которые вы можете составить сами, если у вас какие-то особые вещи есть. Но, тем не менее, иногда это требует перепроектирования архитектуры, вообще работы с данными. И об этом мы говорили в начале этого года в одном из вебинаров, которые я проводил по миграции данных. Я думаю, что мы в дальнейшем тоже коснемся этих вопросов. Последнее время появилась еще такая модная тенденция, не знаю, насколько она долго продлится. Это использование с любыми внешними API, ну, такими как Google Disk или там Яндекс.Диск, или какой-нибудь там API работы с почтой, или там Flyradar, или что-нибудь еще, через SQL предложение. Не уверен, что это самый эффективный способ работы с этим делом, но то, что это может быть наиболее быстрый способ внедрения и использования этих сервисов в свои уже работающие приложения, без какой-то особо хитрой разработки дополнительной. Это точно. И в данном случае мы поддерживаем и такой вариант. В наших новых системах, которые предлагаются вместе с RAD Studio для управления с данными, вы имеете возможность подсоединиться к таким системам с помощью SQL, с таким API с помощью SQL. Единственное, что, ну, в общем, наша компания тоже коммерческая, следует понимать, и несмотря на то, что у нас есть бесплатные редакции наших продуктов, основные возможности содержатся в редакциях Enterprise и Architect. Architect вообще предназначен для тех, кто работает с данными корпоративного уровня, потому что в нее входят и средства разработки веб-приложений, а также средства работы с данными и много, скажем так, кроссплатформенными данными. Я сегодня постараюсь показать это средство. Equidata Studio, которая вместе с продуктами Embarcadero, которые мы раньше предоставляли нашим пользователям, такие как DB Artisan, ER Studio, она служит именно для разработки крупных корпоративных систем и поддержки их в течение длительного срока. Основное средство, которое мы сейчас предлагаем и советуем нашим пользователям, это FireDuck. Дополнительная библиотека, которая в свое время была отдельная, теперь она входит в поставку. Скоростная, легкая в использовании, очень напоминающая BDE по своей архитектуре. Единая библиотека универсального доступа к данным, но, тем не менее, как вот все, что делается у нас в наших средствах разработки, не запрещающая никаких ныряний вглубь для использования каких-то дополнительных, специфических для разных СУБД особенностей. Никаких дополнительных библиотек она не требует, то есть все, что нужно, в ней уже содержится. Единственное, что она требует DLL-ик драйверов поставщиков базы данных, но об этом мы чуть-чуть позже будем говорить. Сейчас она поддерживает вот те базы данных, которые перечислены на этом слайде, ну и какие-то версии ответвления этих баз данных тоже, потому что, скажем, и у FireBerry там разные бывают, и интербейсы разные бывают, в том числе light и не light. Ну, в общем, тут много чего есть. Около 20 различных типов базы данных вы можете прямо из коробки использовать, если у вас в интерпрайсе редакция. Архитектура FEDAC является многозвенной, многослойной, и поэтому ее легко преобразовывать и развивать. И она, собственно говоря, и преобразовывается, и развивается, не давая никаких особых несовместимости с тем, что было сделано вами раньше. Единственное, что на этом слайде я хотел бы показать, вернее, подчеркнуть, указать на него, это вот этот вот слой, который говорит, что нам нужно иметь драйвера поставщиков той или иной базы данных для того, чтобы обратиться к ней. В этом может быть недостаток, в этом мы считаем есть и определенные достоинства, потому что это возможность, во-первых, не возиться на уровне доступа прямо к блокам данных, файлах, хранилища информации той или иной СУБД, возможность получить официальную техническую поддержку, это возможность работать с произвольными версиями СУБД, которые поддерживаются этими драйверами, в том числе и даже теми, которые не были сертифицированы библиотеками другими для работы с базами данных, которые можно работать у нас в РАД-студии. Это возможность использования сложных конфигураций клиентских соединений, таких как, ну вот особо важны сейчас это кербер, с СССР соединений и там подобные вещи, но наши конкуренты последние годы, до последних лет, их не давали возможности использования таких протоколов, таких возможностей. Ну и, соответственно, есть определенная надежность в том, что кто лучше поставщика базы данных, знает, как работать, скажем, с теми же блобами или другими элементами хранилища информации, потому что остальные библиотеки вынуждены делать эту работу самостоятельно. Особенности FireDuck. Не буду подробно останавливаться на каждом из этих пунктов, тут достаточно много чего, я об этом уже рассказывал. Тут очень много того, чего мы сегодня будем очень краешком касаться, но даже не будем туда заглядывать. Например, поддержка скриптов, сведение логом, это возможность макросов какие-то, использование универсальных мэппингов, ну и так далее, и тому подобное. Главное, что FireDuck дает возможность поддержки базы данных как в памяти, так и на диске, то есть можно сделать свою базу данных в памяти, которая хранится только там, на момент работы, и это резко ускоряет возможность работы с данными. Это возможность поддержки локальных фильтров данных и динамических индексов, то есть вы можете в отключенном режиме, оффлайн режиме работать в своем приложении, если у вас есть вся необходимая информация локально. Это достаточно мощные средства универсализации написания запросов, потому что у каждого из перечисленных 20 СУБД есть свои особенности в SQL, но можно написать универсальный макрос, который будет шифровываться в зависимости от того, какой драйвер, какой СУБД вы собираетесь использовать автоматически. То есть вам не нужно будет ничего переписывать даже на уровне SQL-кода. Ну, поддержка транзакции, поддержка пакетной обработки, служебных сервисов, ну там подобные вещи, которые очень важны и очень облегчают работу пользователями. Настройка здесь идет иерархическая, то есть эту картинку подробно описывал несколько лет назад, как работает взаимодействие между компонентами связи с базами данных. Вверху есть единственный экземпляр FD-менеджера, который обеспечивает многое из того, что необходимо для работы с любой СУБД, это некий такой настроечный механизм. Под его управлением находятся специальные компоненты, которые, собственно, физически реализуют коннекцию к той или иной базе данных. И в данном случае хорошо, что можно настроить один раз режим доступа где-то вверху в менеджере, и дальше все коннекции будут работать с этими настройками. Если вы не поменяете их для какой-то конкретной коннекции коннекции, свои настройки так, как это нужно для этого приложения, для этой коннекции. Ну и в дальнейшем идут компоненты, которые уже конкретно работают с базами, точнее с данными. Это возможность работы как с DDL, так и с DML командами. Это возможность рассмотрения дейтасета как таблицы, универсальной такой таблицы, не обязательно релационной. Это возможность динамических запросов через Query. Это возможность выполнения сторид процедур отдельно. Хотя это можно сделать и через, скажем, Query или через FD Command, но тем менее в сторид процедур есть такой компонент, пожалуйста, используйте. Это возможность практически автоматической поддержки связи в Master Detail на уровне SQL и этих компонент. Это возможность использования дополнительных адаптеров, которые могут превразовать представление данных из одной формы в другую. Допустим, можно из JSON документа MongoDB представить эту информацию в виде записи таблицы многоуровневых, ну и так далее и тому подобное, вплоть до управления транзакциями на уровне ваших соединений. То есть вы сами можете управлять транзакциями, если вам это необходимо. Но, конечно, автоматический режим тоже вас... Обновление драйверов происходит в каждом... Точнее, не драйверов, а работа с драйверами происходит в каждом релизе, который мы выпускаем. Причем как крупный релиз именной, так и пэтчи, которые идут туда. Как правило, мы об этом подробно не рассказываем, но там есть всегда какая-то наработка, которая поддерживает практически самые последние версии и самые последние возможности всех СУБД, которые туда входят. В прошлый раз мы говорили, вот на прошлом вебинаре, я думаю, что многие в курсе, говорили о распараллеливании операций, операций вообще, как работать с циклами, как работать с параллельным выполнением, как обеспечить, чтобы ваш графический интерфейс пользователя не умирал на длительных операциях и так далее и тому подобное. Запись вебинара будет подправлена технически и выложена чуть позже. Там можно будет с этим познакомиться. Там подробно рассказывалось о том, какие достоинства, недостатки, когда нужно применять, когда не нужно применять библиотеку параллельных вычислений, которые входят в состав РАД-студии. Сегодня мне хотелось бы показать, как используются параллельные вычисления уже на уровне доступа к данным. Я обещал это сделать, и мне приятно будет показать сегодня именно эти примеры. Поэтому я переключаюсь на запущенный, у нас не так много времени, переключаюсь на запущенный у меня РАД-студию. Надеюсь, мой экран видно. Здесь у меня группа проектов, которые демонстрируют именно некоторые возможности параллельной обработки в рамках FireDuck. Можно говорить просто отдельно о работе FireDuck с каждой базой данных, но на самом деле с точки зрения параллельной обработки FireDuck позволяет делать все единым образом, универсально. Поэтому я сегодня буду показывать на базе данных интербейзах, хотя, скажем, можно попробовать посмотреть то же самое на уровне MySQL, который здесь у меня запущен. Вот, кстати, перед вами продукт Aquadata Studio, о котором я тоже как-то очень давно рассказывал. Она позволяет получить доступ одновременно к различным серверам, которые были запущены. Вот MySQL сервер MyF1 под названием MyF1. Это статистика гонок формулы 1 за все годы по 22-й включительно. Я не адаптирую, в смысле не модифицирую, не обновляю данные за этот год. Здесь достаточно много информации. Здесь можно работать с ней. Вот перечень таблиц. То же самое можем говорить про те базы данных, которые будем сегодня использовать. Ну вот, допустим, вот эта база данных на интербейзе, которая у меня здесь есть. И вот здесь есть таблицы. Можно перечислять какие-то дополнительные вещи и так далее. Чем хорош этот инструмент? Тем, что можно, скажем, вот быстренько сгенерировать модель для тех баз данных, которые у вас есть. То есть вот мы берем таблицы, берем View, скажем, не будем брать. И вот у вас появляется уже сгенерированная ER-диаграмма, которая позволяет, во-первых, увидеть взаимосвязи между таблицами, во-вторых, какие поля, в каком формате, а также перепроектировать эту базу данных и, соответственно, чему образом написать свой запрос. То есть очень удобная вещь, которую можно использовать для быстрой разработки SQL-предложений. Но это так, к слову, пришлось. Я просто сейчас это не буду ничего дальше углубляться в этот вопрос. Давайте посмотрим в те примеры, которые я хотел бы показать. В документации по FireDuck сказано, что FireDuck является ThreatSafe при выполнении двух условий. Что такое ThreatSafe? Это значит, что вы не получите никаких корреляций данных, искажений данных в процессе выполнения тех или иных операций в различных потоках в параллельном образом. Но для этого требуется выполнять несколько условий. Вот эти самые компоненты доступа к базе данных должны быть уникальными, не расшариваться между вашими потоками. Как правило, это означает, что в каждом потоке вы должны динамически создать все эти компоненты. Ну и, соответственно, дальше выполнить операцию и завершить эту работу. Хотя не обязательно так сложно все это делать. Можно, скажем, не генерировать дополнительный Threat, object, точнее наследник класса Threat, который будет содержать всю ту необходимую обработочную процедуру, которую вы хотите выполнить в этом потоке. Потому что у самого FireDuck есть возможность управлять параллельным исполнением. Так, ну давайте вот мы вот это первое приложение, самое понятное, самое такое. Вот я открыл эту форму, на которой я буду показывать вам выполнение. Значит, здесь это приложение, как положено, разделено на два разных модуля. По крайней мере на два разных модуля. Это главный модуль, в котором содержится весь графический интерфейс. Он здесь достаточно простой, выполнен на FireMonkey, и поэтому взаимодействие между компонентами реализовано через LiveBinding. Ну, просто показать, как это все взаимосвязано. Вот, пожалуйста, здесь есть соответствующие связи между DataModulem, который и источником данных Query, и запросом на этом модуле, и элементами графического интерфейса Grid и навигатором. Вот Grid и навигатор. Ну, это я просто показал связи. Основную роль доступа к данным содержится вот здесь, в DataModule. Вот он, перед вами. Здесь есть определенные компоненты, которых мне хотелось бы вам чуть более подробно рассказать. Но, в принципе, основа FD Manager, который вы можете не класть на эту форму, он создастся сам. Это уникальный элемент на приложении, он никогда не бывает в двух экземплярах. Здесь вот есть коннекция, через которую мы работаем. К коннекции подсоединен запрос. Значит, коннекцию, давайте посмотрим ее свойства. Это нам нужно будет. интербейс, вот такая база данных, протокол локальный, но тут особо много ничего нет. Ну, достаточно такой информации для того, чтобы можно было с ней работать. И, значит, наш запрос, который мы выполняем, запрос здесь может быть достаточно хитрым. Сейчас я посмотрю, что у меня, какой запрос стоит. Ну, вот такой вот большой запрос. Я просто пытался изобразить длительный запрос. Потому что на нашей базе данных, на той, которой я сегодня собираюсь показывать, запросы идут мгновенно. И разница между разными режимами не так видна. Но я постарался вот таким образом это сделать. Что здесь важно? Значит, здесь важно, во-первых, наличие драйвера. Вот элемент, который соответствует драйверу интербейсу. Если вы его сами не положите в момент, когда вы выбираете драйвер в коннекции, он сам сюда автоматически среда положит. Здесь же есть вот этот компонент, который позволяет выдавать асинхронно диалоги, для того, чтобы можно было прекратить выполнение того или иного длительного запроса. Увидим сегодня это. Ну и memory table, она, в общем, здесь немножко сбоку с припеку. В другом примере мы посмотрим на него более подробно. Основное, с чем мы сегодня будем работать, мы будем работать сегодня с TfDeckConnection. Значит, здесь у него очень много опций, которые можно использовать для оптимизации доступа, для реализации тех или иных протоколов обработки доступа и так далее и тому подобное. С точки зрения выполнения, они очень сильно влияют на то, как будет выполняться тот или иной запрос. И здесь есть определенный параметр, сейчас я его покажу, который помогает нам реализовывать выполнение процедур в асинхронном режиме, то есть в параллельном режиме. Ну вот какой код содержится на этом модуле? Значит, прежде всего то, что делается при создании. То есть здесь вводятся определенные параметры соединения, то есть драйвер, сервер и так далее и тому подобное, чтобы мы об этом уже не думали. Тут все есть, что положено. Дальше в конце мы просто закрываем FD-менеджер, больше нам ничего не нужно. Здесь же есть специальная процедура для того, чтобы продемонстрировать, как можно проверять возможности связи с той или иной базой данных. И вообще говоря, честно говоря, то есть можно использовать этот же подход для проверки наличия связи через интернет или там по какой-то другой линии связи в синхронном режиме. Эта процедура достаточно простая. Она просто пытается открыть коннекцию и ждет результата. После того, как это будет открыто, она завершается. Либо выдается exception, если нельзя открыть эту ситуацию. А вот в главном модуле, который у нас есть, я, пожалуй, просто буду очень быстро рассказывать, у нас есть достаточно много различных режимов. Прежде всего, вот эта самая кнопка, я вам покажу, как можно реализовать асинхронную, то есть ту, которая не загружает графический интерфейс, проверку соединения с базой данных. Здесь мы посмотрим разницу между выполнением в блокинг-режиме, в блокирующем режиме выполнения и в неблокирующем режиме выполнения. Что такое блокирующий? Блокирующий – это означает, что на момент выполнения этой операции доступ к данным в данном потоке блокируется. Никто другой к этим данным доступа не получит. Когда это может быть нужно? Это нужно прежде всего тогда, когда работают параллельно несколько пользователей, несколько потоков, и вы хотите просто сделать такую атомарную транзакцию, чтобы никто ни на что не повлиял. Но можно выполнять, допустим, если я собираю просто аналитику, я могу выполнять в различных асинхронных потоках. И тут есть режим нон-блокинг и даже режим асинхронного выполнения, которые очень близки по сути, которые можно использовать для того, чтобы выполнять эту операцию. Классический метод открытия стрэдов по этой кнопке. Здесь мы не используем стрэды вообще, это все делает FireDuck. На экране также будет отображаться время выполнения. Оно не будет быстрее для многопотокового, потому что используется один единственный поток. В исходниках. Что же у нас делается в исходниках? Здесь много кода, но на самом деле, давайте мы просто закроем все методы, чтобы посмотреть, какие методы есть. Это вызов одной кнопки, это вызов другой кнопки, это вызов третьей кнопки, четвертой кнопки, пятой кнопки, шестой кнопки. Вот те, которые были. Значит, здесь же есть процедура, которую я называю длинный запрос, длинный запрос для открытия. И просто для того, чтобы каким-то образом замедлить работу, я использую вот такой вот хитрый способ. Четыре раза вызывает один и тот же запрос. Ну, есть еще одна процедура, которая является служебной для асинхронного доступа. Сейчас объясню, зачем она нужна. Ну и, соответственно, есть процедура, которая просто выполняется всегда тогда, когда заканчивается наше асинхронное выполнение. Значит, начнем мы с того, как это делается для типичного фреда. То есть вот. Здесь у нас есть соответствующий фред. Он описан в специальном модуле. Я не полезу туда с вашего позволения. Там описаны те операции, которые... Ну, классический подход использования фредов в Delphi. После того, как он создан, мы, соответственно, создаем этот фред, передаем ему выполнение, параметры, которые требуются для этого дела. В конце мы прекращаем выполнение асреда. Выполняем ту процедуру, которую нужно было сделать в конце после этого дела. То есть обновляем графический интерфейс в главном потоке. Ну и, соответственно, я тут уже дальше работаю. Вот. Когда мы говорим блокирующий доступ, то здесь вообще все элементарно. Потому что, смотрите. Просто, что нужно сделать? Поскольку все идет... Во время выполнения идет взаимосвязь через LiveBinding с графическим интерфейсом, это недопустимо для двух разных потоков. Поэтому надо эти LiveBinding временно отключить. Делается здесь это так. Во-первых, закрывается дейтасет для того, чтобы он был чистым. Во-вторых, дизаблются те контролы, которые были связаны к нему через LiveBinding. В дальнейшем меняются параметры запроса, который будет выполняться. Зачем они меняются? Для того, чтобы разные режимы показать. После открытия этого запроса, после выполнения его, ничего не делается. Нет никакого обработчика. А вот эта строчка очень важна. Именно она управляет... Извините, вот эта строчка. Именно она управляет режимом доступа, который является блокирующей, не блокирующей и так далее. То есть у этого запроса... А, это не здесь. Извините, это в другом модуле. Мы ставим специальный режим, который предусмотрен, блокинг. И после этого FireDax сам запускает в этом режиме этот запрос. Мы тут ничего не делаем. По выполнению этого запроса в том или ином случае мы возвращаем соответствующий дейтасет для того, чтобы графические элементы были с ним связаны. Открываем, запускаем связь между ними, разрешаем. Ну и, соответственно, сообщаем, какое количество секунд, где, чего творится. Остальные, практически все кнопки выглядят примерно так же. Сейчас это отдельно. Вот кнопка Exec Async. Здесь все то же самое, только режим, вот видите, здесь Arm Sync, в отличие от Arm Blocking. И здесь есть определенная процедура, которая выполняется только после того, как запрос отработает. Почему это так? Потому что если мы сделаем просто асинхронное выполнение, то, скажем, время появится сразу же после запуска этого среда. Это нам не нужно. Нам нужно, чтобы оно появилось только после выполнения, полного выполнения этого среда. Некий такой аналог Awaiter. Так. Non-Blocking отличается от блокинга только тем, что у него опять-таки есть вот этот самый обработчик после завершения и режимом блокинга. Ну, собственно говоря, и все. Что хотел бы только показать отдельно, это вот то, что вот здесь вот было сказано. Это реализация паттерна Async Await, о котором я говорил на прошлом вебинаре. То есть вот так она реализуется с помощью специального модуля, который здесь присутствует. Вот он. В нем содержится описание этих, ну, точнее, не этих, а соответствующих интерфейсов и реализация паттернов Async Await и Join. То, о чем я говорил. Этот модуль будет присутствовать в исходниках примеров. Я подробно на них останавливаться не буду. Здесь гораздо важнее посмотреть на исходники вот здесь. Что делает Async Await? Это означает, что я что-то запускаю асинхронно и жду до выполнения. При этом управляю представлением графического интерфейса прямо здесь. В данном случае что делается? Здесь делается, во-первых, я дизаблю кнопку, по которой я нажал выполнение этого дела, для того, чтобы ее нельзя было нажать. Запускаю асинхронно метод, который содержится в Data Module 2, жду его одновременно выполнения и по завершению выдаю какое-то сообщение. Что это дает? Это дает отзывчивый графический интерфейс, это дает блокировку того контрола, которым было вызвано это действие и автоматическое обновление интерфейса по завершению этого дела. Давайте мы запустим, потому что я чувствую, что мы не уложимся сегодня с демонстрациями. Вот появилось это приложение. Давайте я вот так его запущу. Может быть, лучше видно. Сначала покажу вот это асинхронное выполнение. Запускаю. Видите, я могу двигать интерфейс, он работает. И, соответственно, по завершению появилась какая-то информация. Теперь, помните, я говорил, что достаточно положить на Data Module компонент GUI там асинхронный диалог и у вас появляется возможность вот так выполнять запрос. Видите, появилось некое окошко, на котором есть Cancel. Вы можете прекратить выполнение этого дела, а по завершении выполнения он работает. Это делает FireDuck автоматически. Тут ничего особо делать не нужно. Теперь давайте запустим в блокинг режиме. Ну, видите, вот он отработал, но я не могу ничего двигать, пока не завершится. Non-blocking примерно то же самое. Опять-таки, потому что здесь это все идет где-то не там, и графический интерфейс, он здесь заблокирован. А синхронно тут можно двигать, вот он как раз здесь работает, а синхронно графический интерфейс не блокируется. Ну и, собственно говоря, если выпускать в Средах, ну вот, появляется вот отдельная работа, опять-таки, если я запускаю в Среде, графический интерфейс открыт, но в данном случае прекратить выполнение не получается, прекратить можно через это дело. Итак, закрыв это, сейчас переключаемся на исходники, здесь мы практически с помощью единственного параметра у запроса, у Фаердака, управляем режимом асинхронного или не асинхронного выполнения нашей программы, не задумываясь даже о том, как нужно, в каких моментах использовать PPL, Среды или что-то еще. Это очень удобно, когда вы разрабатываете такое приложение. Но здесь есть определенные тонкости. Давайте мы посмотрим другое приложение. Нет. Вот. Я сейчас объясню, о чем здесь идет речь. Мы уже говорили о том, что для того, чтобы можно было использовать Фаердак в ThreadSafe режиме, в каждом потоке, в каждой задаче по-хорошему надо создавать отдельный коннекшн. Менеджер не нужно, вот коннекшн нужно создавать отдельно. Когда у вас таких потоков, скажем, тысяча, ну, не знаю, это, конечно, безумное число, но 100 допустим, у вас на создание каждого коннекшена в начале старта этого среда или этой задачи тратится огромное количество времени на обеспечение вот этой инфраструктуры, которая нужна этому коннекшену. А как быть? Обычно поступают достаточно просто. Используют так называемый пул. используют пул коннекций. Вот это приложение достаточно простое. Оно демонстрирует как раз возможность работы именно в таком режиме. Значит, в начале мы говорим, что мы создаем, во-первых, менеджер. Поскольку это отдельный поток, Значит, здесь мы соответственно используем какие-то соответствующие коннекции. Они одни и те же для разных способов выполнения. Разница в выполнении определяется значением вот этого чекбокса, который здесь есть. Вот этот чекбокс использовать пул или нет. Вот если он выставлен, то это будет true, если он не выставлен, это будет false. Дальше запускается счетчик времени соответственно или что-то там такое. Запускается задача, в которой это создается и выполняется запрос. Запрос кстати один и тот же, тут особо ничего сложного нет. Вот соответственно здесь когда все это дело выполняется, выдается соответствующее количество каунтов, которые успела выполнить эта программа и время, которое было потрачено на это дело. Разница здесь только в одном. В одном случае мы говорим пулт режим, в другом говорим не пулт режим. То есть это очень такая простая версия демонстрационного примера. Давайте запустим ее. и сначала запустим без использования пула. Ну вот 500 раз там мы что-то делаем и тратим на это ну 10 секунд практически, да? Ну памяти не так много, процессор загружен на демонстрацию 9 секунд. Теперь всего лишь только выставлю использовать пулт. Помните исходный текст? Там разница в этом выполнении только в одном. Если ставлю чек, то это true. Параметр pulled для менеджера. Если ставлю unchecked, то там false. Вся разница. Запускаем. Обратите внимание, почти в 10 раз быстрее. И это связано с тем, как устроен пул коннекции и как его использовать. То есть вместо создания каждый раз новой коннекции, менеджер берет из своего пула доступную коннекцию, выдает ее сюда, уже созданную, ну просто он выдает ее для того, чтобы работал этот thread, эта задача с ним. И в результате того, что он их не создает, а просто выбирает, мы получаем огромный выигрыш во времени. Аналогичный выигрыш во времени может дать работа с массивами. То есть вместо того, чтобы писать многопоточное приложение, которое будет в каждом потоке, скажем, цикл параллельный for, выполнять вставку в базу данных какого-то количества записей, вы можете использовать просто встроенный механизм работы с массивами, который поддерживается FireDuck. здесь один большой обработчик, вот этот баттн, который нажимается, значит, здесь задается некий запрос в один и второй квири, в один и второй квири. Значит, дальше, если вот checkbox использовать массивы, он выставляет соответствующий параметр и выполняет через массив, то есть сначала он заполняет массив, вот здесь он заполняет массив, который в памяти содержится, есть память, понятное дело, а потом передает его в запрос. Если же там стоит без массивов, то он просто выполняет это дело прямо вот сейчас вот в лоб в базу данных без всяких массивов, не в памяти, а прямо через там коннекцию, которая идет туда. То есть запрос один и тот же, разница опять в этом чекбоксе, суть очень простая, он в базе создает таблицу, создает таблицу в начале, а потом, ну, таблица она состоит из дат, и потом их нужно расшифровать какой день недели для этой даты. И заполняет вот здесь вот этот грид полученным результатом. Таблицы будут разные, потому что он только inserted. Вот, и соответственно, давайте выполним этот пример, посмотрим, насколько быстрее, извините, не то приложение, насколько быстрее работает эта штука без параллельного вычисления по сравнению с тем, что там есть. Создаем, а, извините, такая таблица уже есть, но давайте, скажем, пятую создадим. Ну, тут у нас сколько получается? Пять лет как минимум. И вот он заполняет мою базу данных, находящуюся на том же бедном компьютере, который загружен по самой неболось и в памяти, и в процессоре, и заняло это 11 секунд. Теперь, если мы повторим ту же операцию, только единственную другую табличку укажем, но с использованием массива, посмотрим, насколько это эффективно работает, а, извините, меньше, получается в 100 раз быстрее, что ли? Давайте еще раз попробуем. Еще быстрее. Вот разница между использованием массивов и немассивов для того, чтобы оптимизировать работу с базой данных, особенно вставки таким образом работают, без использования параллельных вычислений. Это не обязательно совершенно для того, чтобы использовать этот массив. есть еще один пример, который я хотел бы показать, но не знаю, насколько он будет сейчас важен, в конце концов, можно посмотреть будет его, когда будет пример на лежать на гитхабе. Значит, здесь смысл какой? У нас есть некая таблица, которой мы имеем доступ, вот здесь вот она открывается, а здесь идет просто обычный перенос количества записей, этих самых записей, в другую таблицу. Здесь нет измерений времени, за которое это дело произошло, но есть два варианта, либо это делается в лоб, либо это делается через thread. Значит, simple click, просто в лоб идет выполнение, а если я делаю через task, то я делаю это так. То есть вот от batchmove открывается task, запускается вот эта процедура, batch task, вот она. Она сделана отдельно для того, чтобы отлавливать exception, которые могут возникнуть при этом деле. В ней собственно говоря запускается та же самая процедура, это отдельная задача, у нее не будет блокировать интерфейс, ну и соответственно когда нормально все выполняется, он дает процедуру batchmove completed, которая вот здесь вот есть, она всего лишь только сообщает сколько записей было перенесено, а если возникло какое-то прерывание, то вот пожалуйста будет вызвана соответствующая процедура error, которая сообщит, что за error была выполнена. Ну достаточно простой вариант, давайте посмотрим как это работает, насколько есть разница в этом деле. Да, кстати, обратите внимание, интерфейсы каждого из этих приложений, они немножко отличаются. Это возможность стилизации приложений, которые заложены как в VCL, так и в FMX, но в данном случае это весильное приложение, которое выглядит почти как, ну я не знаю, графическое красивое. Давайте запустим сначала simple. вот я его запустил и я ничего не могу сделать, извините. Пока он не выполнен, 168 записей перенес, я не мог перенести, не двинуть, не расширить, ничего. Теперь сделаем то же самое через кнопку с асинхронным. Вот он идет выполнять, он отработал несколько быстрее и при этом у меня были все возможности использования графического интерфейса. Вот выгода использования тасков, фьючеров и так далее в приложениях, работающих с данным, в основном заключается в том, что мы можем использовать графический интерфейс свободно, он отзывчивый, его можно каким-то образом использовать для прерывания сообщений и так далее и там подобное, остальные синхронные операции можно распараллеливать с помощью уже самого FireDuck. На этом исходнике я закончил. Осталось минут пять для того, чтобы сделать выводы и мы перейдем к вопросам. Ну а выводы очень простые. Поскольку RAD Studio дает возможность создавать универсальные и кроссплатформные приложения на основе единого кода, мы используем FireDuck. FireDuck не единственный вариант, то есть вы можете использовать и много других вариантов. Для каждой СУБД отличие этих других вариантов заключается в чем? Во-первых, есть универсальные библиотеки, внешние библиотеки, которые могут использованы быть для работы одинаковым образом с разными СУБД. Ну, например, известный Дивартовский Unidac так работает. Но если вы хотите работать с одной конкретной базой данных, то может быть универсальный вариант не тащить, а есть какие-то библиотеки, специально заточенные на работу с этой конкретной СУБД. Ну, например, для MySQL очень рекомендуют Microlab DAC. Это платный вариант, так же, как и Unidac, но он очень такой эффективный с точки зрения работы работы с MySQL. Подводный камень этого дела заключается в том, что если вам придется переходить на какую-то другую СУБД, я не знаю, на тот же Postgres, хотя там очень близкие соответствующие все коды, все параметры, вам придется все равно переделывать это приложение на другую библиотеку, поскольку вот этот самый Microlab DAC не работает с Postgres. FireDug позволяет вам об этом не думать, потому что вам достаточно будет переключиться на драйвер для Postgres, и у вас все будет работать. Тут есть определенная цена, ну в том смысле, допустим, что вы должны будете поставить на свое, вместе с приложением поставлять пользователю не только Exesnik, но и драйвер DLL для этой СУБД. Ну это все описано в редистрибьютор каталоге, что нужно поставлять для той или иной СУБД, это и драйвера открыты, вы можете их ставить прямо в тут же каталог, где работает ваш Exe. PPL является универсальным способом управления параллельным выполнением, не только для обычных алгоритмов, которые работают с графикой или пользователем интерфейсом, но и для работы с данными. В основном PPL используется для того, чтобы создавать таски, которые изолируют поведение графического интерфейса на момент выполнения длительных запросов от собственно говоря этих длительных запросов. С моей точки зрения PPL один из самых простых способов применять параллельную обработку при таких приложениях и он намного проще, чем многие другие способы, которые предлагаются в стандартных библиотеках. есть другие библиотеки, которые еще лучше и еще проще работают, чем PPL, но они отдельно поставляются, они могут быть платными. Дополнительная информация, которую хотел бы посоветовать вам посмотреть, ну это конечно наш сайт Embarcadero, это конечно же документация док-вики Embarcadero, это конечно же не комьюнити сайт, как здесь написано, извините, это ошибочка, а это блоги Embarcadero.com, комьюнити уже давно закрыт, blogs.embarcadero.com, моя ошибка, надо было поменять. Документации и советы по FireDuck на английском в док-вики их очень много, вот начать надо с той страницы, которая стоит по этой ссылке, к сожалению, на английском, кто с английским не в ладах, но придется использовать Google Переводчик или какие-то другие, Яндекс, для того, чтобы переводить тексты. Было много достаточно материалов по поводу FireDuck и FireDuck с точки зрения выполнения параллельного задач, но в данном случае две ссылочки на такие вебинары, записи, которые были много лет назад, поэтому мы решили повторить с новыми данными на новом уровне. есть хороший доклад на английском языке, очень хороший доклад от Кэри Дженсона на CodeRange11, запись его доступна, вы можете посмотреть, там подробно рассмотрены все особенности FireDuck, его достоинства, недостатки, то есть конкретно там было рассмотрено и параллельное выполнение, с точки зрения, если вы не хотите смотреть, то я опять-таки вернусь тем книжкам, который посоветовал в прошлый раз, это книжка про High Performance Delphi, она перед вами в красном, и вот книжка Кэри Дженсона, он специально написал отдельную книжку, она правда тоже денег стоит, Delphi in Depth, FireDuck, у него вышло уже второе издание, давно уже вышло, я рекомендую именно его, там много изменений, которые по сравнению с первым оказались наиболее полезными. Исходники примеров будут лежать на GitHub в репозитории, который указан здесь, пока там пусто, я по завершению вебинара выложу туда все исходники, те, которые сегодня сработали, ну, после этого я могу сказать только что готов отвечать на ваши вопросы. Продолжение следует...